Это вся история о том, что когда с нами что-то происходит, а мы знаем, что мы должны быть в другом месте, а вот этот вселенский разум, он уже все рассчитал. Но сколько мы сил тратим для того, чтобы не принять сначала то, как распорядилось сознание. И только прожив жизнь и посмотрев за тем, обернувшись назад, вот многие из вас смогут увидеть вот этот непревзойденный сценарий, который был написан в момент вашего рождения. И после долгой борьбы и неприятия они пришли к тому, что перестали сопротивляться своим чувствам тому, что есть, и приняли судьбу свою такой, кака она есть. Да? Ну что, я вот заканчиваю ретрит такими посланиями. Это же все знаки, и это все вибрации определенные, определенный настрой. Вот, вообще, мы только к этому подошли, слова, да, но слова это не просто тоже название, а в словах заложены в каждом языке определенные послания человеку. Вот, например, здравствуй, да, здравствуй. Вообще, если придумать, вздуматься, здравствуй, да, а в военном деле здравия желаю, да, то есть это там никакую стать есть лечь, а здравия желаю, да, а вот это слово до свидания, до свидания, да, то есть это не значит там, да, а до свидания, 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 то есть до следующей встречи, да, и, конечно, вот старый язык, вот тот язык, который использовали, может быть, вот предки, если одежда, вот в каждую, знаете, вот в каждую страну приезжаешь, вот если вы путешествуете, в каждой стране есть национальная одежда, и там же какие-то вышивки, какие-то вот у кого-то такие, у кого-то шляпы, там, у кого-то еще что-то, да, и ведь это тоже одежда, она несет определенный, определенное послание, там каждый крестик что-то означает, да, и поэтому мы просто удалились от, от народности, а народность сама по себе, она очень была близка к Богу, человек всегда был близок к сознанию единения через определенные символы, через определенные послания в культуре народности, да, культуре народности, да, культуре народности, и поэтому посмотрите в крупных городах, да, наверное, сейчас везде люди находятся в очень узком состоянии сознания, то есть вот в этом, да, все, все, и вместе с этим у человека оживляется, потому что чем уже сознание, тем сильнее конфликт с реальностью, у человека пробуждается страдание, и возникает вот этот вот импульс к пробуждению, и ведь не просто так сейчас пошли вместе с этими технологиями и возможности, не отрываясь от этого, включил того мастера, послушал на завтрак, на обед послушал, там, другую аудиокнигу, на ужин послушал, а засыпаешь с четвертой, да, и никуда ездить не надо, никуда ходить не надо, и, пожалуйста, ты уже просветленный через какое-то время, да, вот, поэтому, конечно, в каждом закон иньян нету ничего только хорошего и нету ничего только плохого, мы, кстати, еще вот эту сторону не затронули, но мы будем идти по типу, знаете, вот есть шов, когда шьют женщины, есть шов, стежок вперед, потом на полстежка назад и еще на полстежка вперед, да, вот мы будем идти таким способом, и на следующую нашу встречу в июне, в июле мы возьмем снова маска-тень, только вы давайте мне тоже напомните, что маска и тень противоположности, это, в общем-то, вечный закон иньян, то есть плохое, хорошее, но не бывает никогда только плохого и не бывает никогда только хорошего, в каждом хорошем есть зачаток плохого, а в каждом плохом есть зачаток хорошего, да, и мы тоже с этой точки зрения должны рассмотреть еще вот эти две противоположности, и именно вот теперь с этой точки зрения, понимаете, сейчас мы сделали первый шаг, мы сделали шаг принятия, принятия, нам нужно было принять вторую составляющую, да, то есть не на основе интеллектуализации мы это делаем, а на основе душевной работы принять то, что ты так долго сопротивлялся, принять в реальности, да, но следующий шаг мы сделаем на уровне противоположности, это понимание, что нету просто хорошего и нету просто плохого, вот, и мы будем с вами разбирать каждый признак, вот, который есть, если вспомним на следующем ретрите, если вы мне напомните, вот. А основной темой на следующем ретрите у нас будет эго и тело, это, это вообще огромная тема, вернее, тема-то она не огромная, а огромный объем работы, потому что все блоги, которые у нас есть в теле, и как мы их создаем, это вот тема про это, мы с вами подробно, вот уже, знаете, с высоты нашего опыта, мы же не новички в этом деле, мы уже столько лет бились с этим, работали, и мы уже кое-что на самом деле понимаем в этом деле, и вот на основе этого понимания мы будем тщательно и скрупулезно исследовать, каким образом мы создаем в своем теле сами блоки, да, вот, как Любовь рассказывала, как я пилю свою ногу, да, это все об этом, потому что никто вам ничего никогда не делает, а делаете себе только вы, потому что здесь никого кроме вас нету, здесь никого нету кроме вас, вот. И это будет основной темой следующего ретрита, ну а осенью, осенью мы повторим еще раз маску и тень, эго и тело, и выйдем к уровню организма окружающая среда, осенью, осенью это период плотов, урожая, и мы будем собирать с вами урожай, потому что организм окружающая среда, это уже немножко более приятнее, да, и, ну там, босиком по какашкам будем ходить, то есть это легче. Значит, и, понимаете, вот вы сейчас поняли, да, что вот мы на этом ретрите, он же не просто вот вы информацию пришли получать, что вы теоретически там поняли, что такое маска и тень, да, вы же работали здесь, вы уже трансформированы на какое-то определенное, ну в определенном соотношении, и это касается вообще всего пью до этого года, потому что до лета вы на фоне четырехэтажной практики прицельно продолжаете работать с маской и тенью, а затем с лета по осень маска и тень и эго и тело, это, понимаете, это действительно такая честная послойная работа, вот в самую глубину, в сам хазов, и это просто нужно однажды пройти вот так вот, осознанно, целеустремленно, целенаправленно, а дальше это встраивается в вашу систему практики, то есть все это установлено, и вы уже мимо не проедете этого симптома, этого знака, этого послания жизни для вас. И, ну это вот такая как бы краткая программа на этот год, но еще что, в процессе развития, что сначала человек долго борется, не принимает, мечтает о чем-то том, где он действительно должен быть, но в конечном итоге сдача — это возвращение в реальность и проживание жизни в данных предлагаемых обстоятельствах с теми людьми, с которыми вы действительно рядом, да, и построение этой жизни, наслаждение этой жизнью такой, какая она есть. И на этом результате действительно какая-то особая энергетика в группе, и прямо в течение всей группы вот чувствовалась какая-то такая вязкая, объединяющая энергия, которая держала нас всех на одной волне, и, ну, наверное, это, может быть, первая группа, где я не чувствовал сопротивляющихся. Вот за все эти годы я не почувствовал ни одного сопротивляющегося к этому процессу, и все едино рвались к открытию, к соединению, к сшиванию, к объединению, да, и как здорово работать, когда вот мы достигли, и мы, знаете, сами все это сотворили своими руками, в течение многих лет мы выстраивали этот невидимый воздушный храм, в котором сейчас мы пребываем, вот этот энергетический, да, и это нам позволит, как Любовь сказала, что идти дальше, потому что игра продолжается, есть новые схватки, есть новые уровни игры, и нам всем вместе выйти на новый уровень, каждый на свой новый уровень. Редактор субтитров А.Семкин